Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим, от чего бывает трихомонада у женщин. Трихомонада – это половая инфекция, которая передается преимущественно половым путем. Причем она может поражать как половые органы у женщины, так и ртовую полость и задний проход. Поэтому заразиться ей можно при любом типе полового контакта – оральном, анальном, вагинальном. Возможно, но очень редко передача бытовым путем. В основном в тех случаях, когда вы живете в семье с пациентом больным трихомонадой, когда его в отделении еще не успели высохнуть, где-то в ванной, в душе, в туалете, а вы соответственно каким-то образом получили их. В таком случае возможно бытовое заражение. И, наконец, возможно заражение от матери к ребенку при родах, когда ребенок инфицируется при прохождении родовых путей, инфицированных у женщины трихомонадами. При заражении женщины трихомонадами через 10-14 дней, как правило, появляются зуды сжения сначала в области половых органов, покраснение половых органов, учащение, сжение и зуд при мочеиспускании, ну и затем появляются такие пенистые выделения серого цвета с неприятным запахом. Если поражен рот, просто это проявляется в виде покраснения горла, в виде небольших выделений, специфической симптоматики, в отличие от обычного фарингита и ангина, не имеет. То же самое в области прямой кишки, это зуды сжения в области прямой кишки, это выделение желто-зеленого цвета, потому что часто туда еще присоединяется вторичная микрофлора и дискомфорт прилифекации. Вот все симптомы, которые обычно свойственны поражению слизистой оболочки полости рта и заднего прохода. При подозрении на трихомонаду у женщин берутся следующие анализы. Эти анализы берутся урогенитальным зондом, соответственно можно взять первый мазочек из мочеполовых органов, там смотрятся трихомонады, гонореи, воспаления. Можно взять ПЦР-анализ на внутреннюю структуру ДНК трихомонады и посев для определения, чем же лечить трихомонаду с чувствительностью к трихомонаде. Последние два исследования могут выполняться также изо рта и из ануса. После получения положительного результата врач назначает лечение, которое состоит как правило из противотрихомонадных препаратов, из препаратов-ферментов, помогающих донести лекарства к половым органам у женщины, иммунных препаратов для стимуляции противотрихомонадных иммунитетов. Лечение, как правило, длится 10-14 дней. Если не лечить трихомонаду у женщин, что будет? Будет поднятие инфекции вверх по матке маточным трубам, поражение яичников, воспаление, бесплодие, ну и, соответственно, возможно даже поражение внутренних органов. Поэтому при необходимости диагностики и лечения трихомонады, при любых симптомах трихомонады у женщин, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД к опытным венерологам. У нас имеется все анализы на трихомонаду, включая, кроме масочков, еще и кровь на трихомонаду. Ну и, соответственно, врачи-венерологи назначают необходимое комплексное лечение. Поэтому при трихомониазе у женщин ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.